МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная жалоба в редакцию нашей телерадиокомпании вновь позвала нас здоров. Это программа «Имеем право», я ее поставил на ее ведущий, журналист Николай Скребец. А поедем сегодня в удивительный и уникальный микрорайон Севастополя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта стройка, зарегистрированная ранее по улице Ефремова, а сегодня оказавшаяся на улице Дебенко, с самого начала была обставлена различными прецедентами. Начнем с того, что в целевое назначение земельного участка, участка земель обороны, странным образом пробралось строительство и обслуживание квартала жилых домов. Это имело место быть еще в 1996 году, а само зодчество развернулось гораздо позже и с течением времени приобрело опять же скандальный характер. В 2008 году я приобрел на Дебенко 26 в собственность квартиру площадью 152 квадратных метра. По цене 1680 долларов за квадратный метр. Этот дом позиционировался компанией Консоль как элитное жилье в элитном жилом микрорайоне и в составе семи домов. Три дома по Ефремово 13 и четыре дома по улице Дебенко. В процессе реализации этого проекта компании Консоль были очень сильно затянуты сроки строительства. Дом сдается с опозданием на сегодняшний день на 6 лет. Невзирая на раздражительность наших заявителей, подобная пролагация строительства выглядит вполне правопристойно, если учесть, что существовала она по взаимному согласию сторон. Насколько я увидел, идет продление договора дополнительными соглашениями, начиная с 2008, 2009 по 2014 год. На что это говорит? О том, что стороны согласились продлить данное соглашение, в связи с чем законность данного соглашения между сторонами не оспаривается. То есть, если участник долевого строительства подписал данное соглашение, то стороны этот вопрос обговорили. Удивляет этот элитный микрорайон не только продолжительностью зодчества. Мистер Уайлер, мой компаньон, говорит, что площадка удобная для строительства. И хорошо, что она недалеко от центра Москвы. 15 минут езды на машине. И хорошо, что есть подъездные пути. Он спрашивает, разрешение властей железной дороги есть? Есть. В нашем случае власти, судя по всему, мало волновали подъездные пути. Не волновал этот вопрос власть имущих, не волновал до поры до времени он и строителей. На сегодняшний день, опять-таки, изменения проекта центрального пандуса нет. Заезд осуществляется по пожарному проезду мимо Нахимовского училища, а также с улицы Ефремова по технологическому проезду, который в перспективе, видимо, как дорога подъездная реализован, не будет. К этому микрорайону несложно попасть пешком. Однако те, кто приобретали здесь квартиры по элитным ценам, вряд ли рассчитывали на то, что к своим жилищам им придется добираться по тропам Хошимина или пожарным проездам. Это что, не на помоку уходит? Нет, в садик. В садик это хорошо. Кроме прекрасного вида на курсантские парки, море, жители этого микрорайона рассчитывали и еще на что-то более материальное. Были допущены очень серьезные недоделки и недочеты в плане строительства и обустройства придомовой территории. Не реализован проект крышной котельной. В каждой квартире на сегодняшний день установлен дешевый двухконтурный котел. Деньги за разницу денежную, за крышную котельную нам никто не вернул. Также отсутствует на придомовой территории ливневая канализация. Первые осенние дожди показали, что вода будет стоять во всех практически как бы ямках и углублениях на придомовой территории. Самым безобразным образом выполнено обустройство парковочных мест. Вместо стены парковочные места закрыты обыкновенной сеткой. То есть, когда с моря будет дуть холодный ветер, под домом будет гулять ветер. Случилось так, что и паркинги, и элементы благоустройства этого микрорайона пока что строительством не завершены. А это в какой-то степени исключает абсолютную категоричность требований наших заявителей. В конечном итоге, после получения проустанавливающего документа, после того, как будет сдан дом в эксплуатацию, получены все документы, вот тогда уже непосредственно участник долевого строительства вправе потребовать компенсацию, поскольку сроки были нарушены, об этом уже можно будет говорить. Можно потребовать не только, скажем так, получения квартиры в натуре, но и компенсацию морального вреда, неустойка, штрафные санкции. Судебных решений достаточно много по данному вопросу. Поэтому общий вывод такой, что участники долевого строительства еще изначально, заключая договор, они рискуют. То есть, ведь право выбора существует у каждого, и лица либо, скажем так, заключают договор о купле-продаже уже готового жилья, и рисков становится меньше, либо вот так называемая кабала, вот эта вот неясность, неизвестность, она, скажем так, присутствует. А жалобы и обращения по поводу этого строительства имеют многолетнюю историю. Знают о них и в правоохранительных органах города. Реакция от правоохранительных органов на сегодняшний день аналогична реакции подрядчика. Все якобы ожидают, когда окончательно будет произведена сдача жилого комплекса в целом. То есть, дома, который находится напротив Дубенко-26, и всей придомовой территории, включая паркинги. Когда это будет происходить, нам на сегодняшний день неизвестно, потому что сроки в очередной раз передвигаются, переносятся, и когда это будет, неизвестно. Ну а заявители пока продолжают осаду контролирующих и правоохранительных органов, и порой они безуспешны. Управление государственного строительного контроля и экспертизы города Севастополя в ходе реализации одного из таких обращений и предписания прокуратуры провело проверку по вопросам выполнения благоустройства и корректировки проектной документации при строительстве группы жилых домов на территории Нахимовского училища. По результатам проверки появилось предписание об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации. Правда, и это отнюдь не охлаждает наступательный пыл инициативные группы 26-го дома. Доберутся они, судя по всему, и до соответствующих структур правительства Севастополя. Представители упомянутого вами департамента не присутствовали в нашем чудесном элитном жилом комплексе. Видимо, по той простой причине, что наша проблема длится уже достаточно длительное время, а это вновь образованный департамент. Мы были рады бы увидеть их на нашем чудесном элитном жилом комплексе. Слава Богу, что мир состоит из одних мрачных красок. Во всяком случае, мы убеждаемся в этом чуть ли не ежечасно. Пользуясь терминологией марка ТВ, на слухи о том, что строительная компания «Консоль» забыла о своих обязательствах, оказались явно преувеличены. Дело в том, что во время нашего последнего посещения этой строительной площадки мы или наша камера зарегистрировала следы работ по благоустройству этой территории. Ну а говорить о каком-то полном удовлетворении требований заявителей можно будет только через какое-то время. Правда, правые пробелы и ущербность этого вида гражданских правоотношений в России известны довольно давно. Не случайно уже сейчас российское правительство по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по его указу рассматривает вопрос о прикрытии так называемой программы участия в долевом строительстве. Уже, насколько я получил информацию, на осенней сессии депутаты Государственной Думы должны принять законопроект о том, что уже с 2020 года не будет участников долевого строительства. То есть будет внесен закон, поправки в закон, 214-й федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирного дома. Также хотелось бы обратить внимание, очень много вопросов, в частности наш главный герой рабочих материалов, которые были представлены, говорит о том, а вправе ли были переносы в связи с внесением изменений в проектную смертную документацию. Здесь опять хотелось бы сделать ссылку на федеральный закон, в частности 214-й федеральный закон, статья 21-я, что внесение изменений допускается застройщикам. Ну, в определенных случаях, опять же таки, есть также пункт 44-е положение, вот я цитирую, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 05.03.2007 года, номер 145, где сказано, что проектная документация, получившая заключение, экспертизу, она может изменяться, но только в случае том, если данные изменения влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. То есть это вот как раз разъяснение для наших дольщиков, чтобы они внимательно изучали, какие же все-таки основания для продления, потому что, ну, написали продление, то есть, ну, подписали где-то, может быть, не глядя, но у нас же есть, существуют контролирующие органы, это Роспотребнадзор, это прокуратура, которые в защиту неопределенного круга лиц, не одного человека конкретно, какого-то конкретного дольщика, но в защиту будущих собственников многоквартирного дома вправе оспорить данные действия, то есть воздействовать на это. И поэтому вот говорить о том, что вправе ли застройщик внести изменения, он это может сделать. Опять же, нужно смотреть договор, как был заключен договор. То есть, если в договоре указано, что, значит, есть пункт, что застройщик имеет право менять проектную документацию, значит, это свобода договора. Если этого пункта нет, значит, соответственно, у дольщиков хорошие шансы для того, чтобы реализовать и защитить свои права. Мы приглашали к участию в этой программе славных строителей общества с ограниченной ответственностью консоли, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Увы, все они, кто из нежелания, а кто и по процессуальных мотивам от общения с нашей редакцией пока что отказался. Но, следуя традиции Севастопольского информационного канала, она заключается именно в верховенстве закона, мы в любой момент сможем предоставить право ответа, либо толкования этой позиции всех названных лиц, или всех названных контролирующих и правоохранителей органов, а также подрядчика. А у нас на сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Честь имею.